...иска, которую мы видим. То есть вот у других планет нет такой ситуации, как у Луны. Мы Луну, люди видят Луну всегда какими-то частями. Вот в таком виде они видят ее только в полнолуние, а потом она все время в нарезке какой-то идет. А когда Луны вообще не видно? Новолуние. Луны не видно вообще. И мы начали изучать с вами фазы Луны. Начали мы с самой опасной богини. Это как раз люди, которые рождаются в Новолунии. Имя лунной богини Новолуния это Геката. Геката из царства Аида, богиня волшебства и ночи. Волшебства и ночи она дает людям магическую силу и магические способности. Но при этом душевный мир людей Гекат очень тяжелый. Тяжело у них всегда на душе. И плюс они должны проходить через какие-то страшные обстоятельства. Я приводил вам пример Людмилы Ивановой, которая прошла через синдром Гекаты неоднократно. А сейчас я хочу привести вам другой пример Гекаты. Замечательная женщина, тоже друга нашей школы. Сейчас я покажу вам ее натальную карту. Заодно мы повторим, как определить, что человек Геката. Как определить, что человек Геката. Гекаты рождаются. Мы, когда про базу Луны говорим, первый взгляд вот туда. В левую верхнюю часть экрана, где под названием «Место рождения» Луна нарисована. И номер лунного дня. Номер лунного дня. 29-й лунный день. Кстати, он же еще и самый страшный. Ну вот по календарю, когда мы сокрушались, что вчера был 5-й лунный день, когда молодежь поженилась. А если бы был 29-й, было бы еще хуже. Самый тяжелый лунный день это 29-й. И как раз в этот день и рождаются Гекаты. Чтобы проверить, Геката человек или нет, просто 29-й недостаточно. Куда еще надо посмотреть? Посмотреть на Солнце и Луну. Сколько между ними градусов? Они там внизу, вам не видно, я озвучу. Луна 28, Солнце 30. Геката сильная Геката, очень сильная. Потому что расстояние в градусах между светилами, мы, коллеги, на градусы, планету, градусы, периодически обращаем внимание, это важная информация для трактовки гороскопа. Луна 28, Солнце 30. 2 градуса расстояния. Это Геката. Сильная Геката. Допускается 10 градусов. Все, что меньше 10 между Луной и Солнцем, это Геката. И, кстати, по опыту, Гекаты, повторюсь, это кто рождается в 29-й, в 30-й, в 1-й и частично 2-й лунный день. Спрашивается, есть ли между ними разница? Я имею ввиду, которые 29-й и 30-й или 1-й и 2-й. Есть. В 29-й и 30-й это более страшный случай. Более страшный случай, чем 1-й или 2-й лунный день. То есть, что имеется ввиду страшный? То есть, такому человеку, кто вот в 29-й лунный день родился или в 30-й, им предстоит пройти через еще более жестокие испытания и ситуации. Жестокие испытания и ситуации. И вот однажды в моих странствиях по планете мне посчастливилось встретить очень интересную особу. Это Элла Вересова. Она родилась 20 апреля. То есть, тут уже дата сама по себе. Плюс Геката. Плюс Геката. И плюс она попала под узлы. Я вам, кажется, рассказывал эту историю. Просто не показывала ее зовут. Она попала под узлы, но не в 37, как вот сейчас попадет новоявленная герцогиня. И даже не в 56. Она попала под узлы в 74. Но, коллеги, пока человек жив, инспектора нас проведывают, навещают. Не так часто. Один раз в 18 лет. Но навещают в 37, 56, 74. До этого она под инспекторов не попадала. Ну, в смысле, проверку проходила хорошо. А в этот раз попала, потому что она с дуру, они с мужем взяли и уехали жить. Ну, как многие наши соотечественники в 90-х переехали жить в другую страну. А южный узел в 9-м доме категорически запрещают эмиграцию. Категорически. И когда ей было 56, этого еще не было. А тут вот 74 инспектора приехали и говорят, ты это где? Ты это что там делаешь? По заграницам. А рядом стоит Сатурн. И она попала под серьезные неприятности. Отрезали ногу. Операция. Умер скоропостижно. Муж. Неприятности с властями. Ну, в общем, как из рога изобилия. Да, когда под инспекторов нельзя попадать. Нельзя попадать. Поэтому натальную карту стоит увидеть хотя бы ради только того, чтобы разобраться с лунными узлами, которых мы называем инспекторами. Хоть и дать и этого только стоит туда посмотреть, чтобы понять, как тебе не попасть под инспекторов. Но я дал ей совет немедленно возвращаться на родину. Пока еще вторую ногу не отрезали. Немедленно возвращаться. То есть ликвидировать девятый дом, чтобы не раздражать узлы. Когда она вернулась и даже написала книгу, и я хотел вам эту книгу процитировать. Дело в том, что она же Геката. И вот про Гекат я в тот раз вам рассказывал, что они, ну, там скажут кому-то, чтоб ты там провалился. И, ну, это случается у Гекаты магическая, магическая такая вот воля и сила влияния, о чем Геката не знает. Если вы встретите Гекату в своем кругу, и, например, этот человек хнычит, вот там не могу найти работу, или там выйти замуж, ну, или еще что-то. Вы скажите, что ты не можешь найти, только потому, что ты этого не сильно хочешь. Для Гекаты нет невозможного. И если Геката хнычит, это значит просто она не сильно-то и стремится к тому, чего ей не хватает. И вот я хочу зачитать вам, показать, какова сила влияния Гекаты в хорошем смысле, почему вот Гекатам очень важно желать всем хорошего. Из ее книги она книгу написала и гороскоп туда вставила о своей жизни. Она встречалась там за многими интересными людьми и вот даже вставила свою натальную карту. И вот этот год был годом страшной беды и испытаний. Страшной беды и испытаний. Это уже после узлов. Это уже не та история, когда она сама под узлы попала. Это уже потом случилось. Очень тяжко заболел мой единственный сын. Ее сын. Смертельно тяжко. Смертельно тяжко. Это не просто ранило, а убило меня. Жизнелюб, трудяга, непоседа, юморист, кладезь анекдотов. Человек, который жил в заплеп, смертельно заболел. Я тут не написано, но я вам скажу. Это было то же самое, что у Стива Джобса. Тот же диагноз. Тот же диагноз у ее сына. То есть диагноз такой, при котором никакие миллионы не спасали. Стива Джобса никакие миллионы не спасли. Умер как миленький от этого диагноза. Ни стона, ни жала. Невероятный стоицизм. Многочасовая операция. И ужас последствий. Каждая замена вставленной трубки, новая кровавая операция. Это она про сына пишет, что ему сделали операцию, и в живот трубки навтыкали. Это дренажи. И он отказался от анестезии. Терпел. Врачи преклонялись перед его мужеством. Лежа на операционном столе во время этих процедур, травил анекдоты. Хирурги смеялись и просили его замолчать, а то проткнут что-нибудь лишнее. Через месяц после операции вышел на работу. Правда, начинал день с больницы. Сам сидел за рулем. Весь в бинтах и трубках. Непостижимо. На слово болезнь наложил табу. На вопрос, как ты, всегда отвечал хорошо. Это мой сын. Но я воочию столкнулась с человеческим подвигом. Подвигом не взлетным, геройским, а подвигом тихим. Подвигом повседневным, без громких фанфар. Сейчас, кажется, он начинает выкарабкиваться. Господи, может быть и правда материнская молитва помогает. Господи, спаси его, помоги. Он один у меня. У него пятилетняя дочь, неработающая жена и старая мать. Он столько сделал людям добра. Неужели это ничего не значит? Дай Бог ему силы жизни. Господи, яви свою добрую волю, пощади. Крик. Крик матери Гекаты. Крик матери. Вот написан, что Господи, пощади. И что вы думаете? Этот человек с этим страшным диагнозом жив до сих пор. Он попал в то редчайшее в медицине исключение, там, которое 0,0, что-то такое процентов, которые после опухоли в поджелудочной железе выживают. Вот он попал вот эти 0,0,0, потому что 99,9 отправляются с этим диагнозом куда? Куда отправляются? Туда же, куда Стив Джобс. У которого, к услугам которого была самая передовая медицина, вообще существующая на тот момент. Я уверен, что он жив. Естественно, благодаря воле, усилиям врачей это все понятно. Но за всем этим стоит кто? Мать Геката. Мать Геката, которая описала свой крик души, что она просыпалась с этой мыслью и говорила, это невозможно. Я не могу этого допустить. Чтобы я осталась жива, а мой единственный сын ушел из жизни вне зависимости от того, чем он болен и какой диагноз. И, коллеги, я абсолютно уверен, что это тот редкий случай, когда мать Геката, кто из вас Гекаты? Поднимите руку. Вы поняли, как вы можете отмаливать кого-то, как вы можете вот этой силой вашей души делать так, чтобы человек был жив. Вот видите, она себе, видимо, добра не желала, когда у нее у самой случились серьезные неприятности, себе нет. А вот когда дошло до болезни сына, тут она буквально, буквально встала на дыбы и она его отмалила. И прошло, прошло уже, по-моему, лет 10 или больше, вот когда это все случилось, потому что ей сейчас 90. Я раньше приглашал, и в этом году, 20 апреля, ей исполнилось 90. Просто она жива, бодра, жив сын. Раньше я ее приводил сюда, чтобы она перед первокурсниками, ну, как живая Геката и 20 апреля. Тут как бы два феномена. Но уже это невозможно, она уже физически не выходит, то есть она сюда приехать не может. Но главное она сделала, она спасла сына. Не прибегая к каким-то там магическим мероприятиям, нет. Она просто, как Геката, она просто постоянно сама себе это говорила. Что я не могу этого допустить. Я, это невозможно, чтобы вот я осталась, а сын, а сын умер. Но плюс, вы помните, Гекаты сильные. Я говорил вам, что эту песню не задушишь, не убьешь. Да, они очень сильные. Ну, а мы с вами идем дальше и переходим к третьей фазе Луны. Давайте вспомним, что мы успели изучить Гекату, Артемиду. И помните мне, пожалуйста, как Афину определить по натальной карте. Как определишь оппозицию? Если между Солнцем и Луной натянута синяя нить, это Афина. Богиня мудрости, но это идеалисты. Это люди. Лучше не рождаться ни Гекатой, чтобы через такие страсти не проходить по жизни. Ни Афиной лучше не рождаться. Потому что она, кстати, там из биографии много привела фактов. Элла Вересола. Она во время войны, ну она девочкой была, как Великой Отечественной. И там были случаи, там она отстала от боезда эвакуационного. Потом на нее там чуть не напал какой-то... Ну, в общем, случаев страшных было предостаточно. И Геката проходит через цель. Но остается живым. Но остается живым.